Приветствую вас! Я думаю, что первое, с чего бы стоило бы начать, это, наверное, с того, чтобы вы определились, что вы хотите или не хотите говорить. Потому что у вас здесь прослеживаются такие слова, как «хочу», «могу», вот, и, в общем-то, совсем понятно, вы хотите. Но не можете. Или вы не хотите и не можете. Это разные вещи. И если вы не хотите говорить, то у вас, знаете, есть не только полное право, но у вас есть и какие-то основания, вот. Причем, с этими основаниями, скорее всего, вы находитесь в куда более тесных отношениях, нежели чем, например, если бы это было, вот, что-то вроде, ну, что-то вроде «не могу», вот. Потому что в случае, если не могу, все-таки есть какое-то осознавание того, что это не совсем мое, что это все-таки, ну, что-то другое, что-то все-таки, что-то чужеродное, что-то инородное и так далее. В случае, когда не хочу, вот, в случае, когда не хочу, ну, ничего такого, к сожалению или к счастью нет. Есть только позиция, да, вот, есть позиция, что у меня такая позиция и все. Поэтому я бы, наверное, все-таки начал бы с этого, в первую очередь. Вот, именно с этого я бы, в первую очередь, начал, с того, хотите вы или нет, чего вы хотите, а чего нет, например. Дальше. Следующим моментом является какая-то попытка себя заставлять. То есть, мне кажется, вам заставлять, именно заставлять себя не надо говорить. Особенно, если вы не хотите говорить. Вам было увидеть, а чего же вы хотите, собственно. То есть, заставлять не надо, а вот увидеть, чего вы хотите, вполне себе было бы неплохо. Это вполне себе такой вот неплохой вариант, да, увидеть, что я хочу. Вот. Увидеть, например, что со мной происходит. Ну, вот. Непосредственно, в момент, когда, там, минуте что-то сказал. Да? Вот. И уже от этого, например, откалкиваться. Вот. Значит, в телефонном разговоре, при наличии других людей вокруг, да, часто дальше на простые вопросы, требующие более развернутого ответа, чем да и нет, не отвечаю, игнорирую, парирую. С молодым человеком тоже проблемы, не могу нормально ответить на вопрос, если хочу я или нет пойти на то или иное мероприятие. А, порой, даже не то самое, да, сказать сложно. Ну, что значит, что значит сложно? То есть, на что, эээ, что выкладывается в это, что именно сложно? Принескать, я кому-то честно говорю знакомый, знакомый, ибо я даже имен не хочу называть, хотя это не какая-то ситуация требующая скрытности. Ну, здесь что? Здесь стыд? Страх? Возможно. Но главный момент, эээ, но главный момент, сегодня возникла ситуация, скажем, накопила, навалилась, не выдержала, достаточно в голос выплакалась, пару минут выплакалась. А, что именно, что именно накопилось и навалилось, непонятно. Эээ, не как обычно, наверное, когда дома была мама, ну, очень важно хотя бы вот поплакать кому-то, да, то есть вам можно было бы молчать, в принципе, с того, чтобы плакать не одной, а кому-то, с кем-то. И, естественно, испугалась она из-за такой, не совсем естественная, слезы, вообще-то, это тоже выражение эмоций, и слезы, это нормально. Рассказывать я не стал ей ничего, как она не пыталась. Почему? Ухала прогуляться на улице, позвонила подруге, думала, сейчас у нее выговорят, когда пришла, просто рассказала про так не тяжелый день. Ну, от чего-то вы здесь тоже убежали. В общем, где же зарыт собака? Не знаю, вы про себя почти ничего не рассказали здесь. Почему никак не могу выбрать сюда что-то, как проработать, выбрать психолога и начать, как бы, консультироваться, я полагаю, что это самый лучший способ. Грешу на то, что в детстве не особо у меня и мама, не особо у меня и мама общительно была со мной в плане каких-либо возникающих проблем. Ааа, ну, интересно, интересно, как вы называете свою маму, вот, не существуется какая-то такая скрытая, ну, не обида, конечно, не обида, не обида. Но какая-то скрытая, скрытая, некий скрытый такой, ну, посыл, я бы сказал, да, вот, чувствуется, вот, то есть чувствуется, вот, как будто вы, ну, как будто вы, вот, здесь либо, либо вы здесь, чего-то не договариваете, вот, но это я не в обвинениях к вам ни в коем случае, вот, это я, скорее, просто, как, ну, знаете, как, хотел просто показать вам, что, вот, ну, вероятно, вы чего-то, чего-то здесь не договариваете, вот, на что-то вы не обращаете внимания в полной, в полной мере, потому что, вот, как вот вы, ну, как вот вы, ну, как вот вы называете маму, да, свою, вот, тут все-таки, да, вызывает определенный, конечно, вопрос. Вот. Если говорить про то, что вы грешите, то для меня, то, как вы это называете, то, как вы, ну, 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 как вы, ну по большому счёту, если внимательно посмотреть, то увидите, что в принципе разницы особо и нет. Из-за чего так вот произошло, не имеет значения почему так. Но вот имеет значение то, что сейчас вы выбираете действовать так, имеет значение то, что сейчас вы по моим ощущениям вот эти аспекты себя блокируете. И это вот имеет гораздо более важный, как мне кажется, как самым момент. Вот. А то почему и как у вас было, на мой взгляд особого значения не имеет, потому что вам это не поможет никак скорее всего. Вот. Вот ну просто вот не поможет, потому что ну ничего вам не даст это вот. Ну размышления, да, вот в сторону того из-за чего так, почему так и так далее. Вот вам это ничего не даст. Вот. Поэтому, на мой взгляд, очень важно, чтобы вы всё-таки свою энергию, да, да, вот, тратили больше на то, что в вами, ну, проживается сейчас, вот, а не то, что вы чувствовали тогда. Дальше. Так, это молчание действительно часто мешает в общении с другими пониманиями, что расстраивают таким недоверием домой, ну, говорить не хочу, не могу. Ну, и большая разница, повторюсь, между не хочу и не могу, вот. Хотите, хотите версию, хотите нет, эта разница, она существует, она довольно ощутимая, эта разница. Вот, поэтому, как бы, я говорю, что вам нужно определиться с тем, вот, вы хотите или вы не хотите. Вот. Например, например, или всё-таки больше, вот, вы хотите, но, условно говоря, не можете. Вот. Как бы это. Вот. Разные вещи, просто, понимаешь, да. Понимаешь, да. reck H và tôi t partes. Поэтому, поэтому хочется, чтобы вы обратили на это своё внимание, вот. Хочется, чтобы вы более внимательны к этому, к этому были, потому что когда вы не хотите чего-то, вот это оно, в большей степени ваш выбор, вот это в большей степени именно вот ваше такое вот, прямо скажем, сознательное решение. А когда, когда вы не можете, это уже не выбор, это уже вот что-то другое, я бы сказал. Поэтому, на мой взгляд, имеет смысл на это обратить внимание, на мой взгляд, на мой взгляд повторюсь. Вот, именно как это выглядит для меня. Вот как-то так. Поэтому прорабатывать нужно в форме психотерапии. Если вы этого хотите, если вы этого хотите, конечно, если вы этого хотите. Вот если не хотите, то, соответственно, лучше не надо тогда даже. Потому что вам, ну, придется, придется с вам разговаривать. Вот, а если, если вы не готовы разговаривать, то, ну, стартап, скорее всего, вы будете блокировать просто. Вот, какие-то, какие-то, какие-то вещи. Вот. Вот точно могу вам сказать с точки зрения, вот, вот, вот. С точки зрения психотерапии, с точки зрения психологии. Вот. Надеюсь, вам это было полезно, интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Вот. Желаю вам удачи. Надеюсь, что ваша ситуация так или иначе будет разрешена. Вот. И вы найдете необходимые ресурсы и возможности для решения своей проблемы. Угу.